Тахтакупырский район Каракалпакстана превращается в один из центров сельского хозяйства. Новые животноводческие фермы, аграрные проекты – это реалии сегодняшнего дня. Это отметили гости, присутствующие на встрече трех поколений. Она прошла на самой окраине Тахтакупыра, в поселке Бельтау. Репортаж с места событий подготовил Мурат Садыков. Субтитры создавал DimaTorzok Да, вот так сегодня живет поселок Бельтау. Это самая окраина Тахтакупырского района Каракалпакстана. Территория граничит с Казалардинской областью соседнего Казахстана. Почти 30 лет этот населенный пункт был одним из самых заброшенных в регионе. В этом году в рамках программы «Обот шлах» Бельтау был полностью модернизирован и благоустроен. Всего год назад эта местность была в очень плохом состоянии во всех отношениях. Я сама живу поблизости, поэтому очень хорошо знаю эти места. Даже вспоминать не хочется. Но сейчас совсем другое дело. Везде проложен асфальт, установлены фонари для ночного освещения, отремонтированы школы, детский сад. Особенно мы рады тому, что для молодых людей созданы новые рабочие места. Животноводческий комплекс, который десятилетиями находился в заброшенном состоянии, полностью восстановлен. Наша молодежь теперь трудоустроена. За все эти благие дела от имени Тахтакупырцев хочется сказать огромное спасибо. Да, работа была проделана колоссальная. На десятках километров внутренних улиц был проложен асфальт. Восстановлены инженерные коммуникации, капитально отремонтированы местные школы, детский сад и другие социальные объекты. Возрождено вот это озеро. Решен и самый главный вопрос – создание новых рабочих мест. Бельтау всегда славился хорошими традициями в сельском хозяйстве. Но последние десятилетия отрасль пришла в упадок. По прямому поручению руководства страны здесь восстановили громадный животноводческий комплекс и уже завезли породистых овец из дальнего зарубежья. В силу того, что здесь раньше были очень сложные социальные условия, люди массово уезжали из этого аула. Это ведь самая дальняя точка Каракалпакстана. А посмотрите, что сделано в течение последнего года. Самый отсталый населенный пункт превратился, по сути, в настоящий современный городок. Кто бы мог подумать, что здесь будут вот такие красивые фонтаны, создан рыбный промысел. А посмотрите, какой облик обрела местная ферма. Она работает на основе передовых технологий. Сюда уже завезли породистый скот. Все это очень эстетично и радует глаз. Ферма состоит из трех корпусов и рассчитана на содержание до нескольких тысяч голов овец. А по периметру комплекса созданы искусственные водоемы, где выращивается рыба. Кстати, рыбное хозяйство тоже пошло в гору. На работу приглашена местная молодежь. Изменения, произошедшие в Тахтакупыре, поражают воображение. Что будет вот так, мы и предполагать не могли. Неазымбет Сабиров знает тему изнутри. Ветеран труда в свое время работал министром сельского хозяйства Каракалпакстана. Великолепная ферма. А посмотрите, в какое состояние привезено озеро. Мы хорошо помним, что это было болото. Все сделано верно и спасибо тем, кто это сделал. Программа по развитию животноводческой отрасли в Тахтакупыре началась два года назад. В 2019 году в разных локациях района были пробурены десятки новых скважин. Столько же было восстановлено. Теперь эти водные ресурсы позволяют орошать сотни тысяч гектаров пастбищ. Это озеро имеет крайне важное значение для жителей Бельтау. Однако у него уникальная история. 30 лет назад водоем полностью высох, что повлекло за собой целую вереницу проблем в сфере сельского хозяйства. В начале нынешнего года при координации МЧС были проведены масштабные инженерные работы. Дно озера было очищено от мусора, а сам водоем был увеличен в своих размерах. После того, как восстановили водоем, тут же оживилось и земледелие. На тысячах гектарах люди начали выращивать сельхозпродукцию. Причем она рожается капельным методом. А этот мост, который уже стал одной из главных достопримечательностей населенного пункта, был построен с нуля. Встреча трех поколений прошла как раз на берегу озера. На неформальный диалог были приглашены не только тахтакупырцы, но и жители из соседних районов. Встреча трех поколений прошла как раз на берегу озера. У поселка Бельтау было очень тяжелое прошлое, но все это позади. Некогда самый отсталый аул сегодня превратился в современный городок. Посмотрите, как радуются его жители. Они этих условий и удобств ждали очень давно. Новая ферма, молодежный сад, школа, детский сад, дороги. Словом, создано все, что нужно для достойной жизни. И, конечно, люди бесконечно благодарны государству за эту заботу. И, что самое важное, работа, проделанная здесь, станет примером трудолюбия для будущих поколений. Я хочу сказать, что за последние годы, особенно за последние 2-3 года, в нашем районе произошли очень большие события, очень большие изменения. Меняется все. Построены новые дороги, новые здания, инфраструктура меняется. И хочу сказать, что за этим, за всем этим лежит большой труд. Но если загадать о том, каким был Бельтау раньше, здесь раньше было очень население такое большое население было. Последние годы из-за безводия, маловодия, многие жители, коренные жители Бельтау, выжднули, были переехать в другие места. Я сегодня, если правда сказать, я сегодня приехала и не узнала нашего поселка Бельтау. Изменился облик, появились новые здания, везде проложены асфатированные дороги, у жителей нет проблем с водой. Я просто удивилась, когда сегодня увидела облик нашего Бельтау. Сегодня для молодежи созданы великолепные условия для самореализации, и мы должны воспользоваться ими в полной мере. Мы рады принять участие в этом красивом мероприятии. Общение со старшим поколением очень мотивирует. Галия Турымбетова 10 лет назад уехала из Бельтау. Приехав сюда в гости, сегодня она не узнала свой родной аул. Настолько он преобразился, говорит Галия Па. Мы уехали отсюда в конце 2011 года, в начале 2012. Воды не было, поэтому условия были крайне тяжелыми. Вчера я приехала и просто не узнала свой родной аул. На душе стало так радостно, что мой родной край был бы устроен. Всюду асфальт, отремонтирована школа, детский сад. Сделано все, что нужно. Очень и очень рада. Я очень и очень рада. Группа активных тахтокупырцев была награждена нагрудными знаками. Изменения здесь очень большие. Здесь присутствуют гости из пяти районов и все в восторге от увиденного. Столько новых зданий, а потому и настроение у всех соответствующее. Субтитры создавал DimaTorzok Тном и меньше. Продолжение следует. БежитIRО.